Тут надо исходить из потребности клиента и цели. То есть биопрепараты можно разделить как на фунгициды, инсектициды и непосредственно микроорганизмы, которые отвечают за рост и развитие растений. В нашей компании есть препарат Биослип БВ и Биослип БТ. Биослип БВ мы продаем в жидком виде, БТ мы продаем в этом году на рынок выпускаем в сухом виде. Это как раз таки инсектициды. Касательно фунгицидных препаратов, их мы рекомендуем применять как можно раньше. То есть это обработка из семенного материала и ранние обработки по вегетации. С чем это связано? С тем, что у нас препарат на основе гриба, он непосредственно идет как почвенный фунгицид оргамикаев, а бактериальные препараты. Они защищают растения вегетативную массу и корневую систему. То есть в этом их преимущество относительно других фунгицидов. Далее по вегетации, когда растение уже очень высокое, уже с вегетативное переходит в генеративное, гиологическими препаратами целесообразно их применять, если есть бактериальные какие-то проблемы, чтобы их просто предотвратить развитие. Если же таких проблем нет, а есть проблема грибных, которая связана непосредственно уже, может повлиять на само семя, то есть на сам урожай, здесь лучше конечно применить системный химический фунгицид. Если мы говорим о препаратах касательно удобрений, то есть микроорганизмов, фосфор калемобилизатор аронит-П и азотфиксатор арганит-Н, их также логично применять еще, наверное, раньше, чем фунгицидные. То есть это обработка семян и первые фазы вегетативной массы, то есть когда вы работаете гербицидом, либо еще чем-то, то есть можно совместно применить. Почему так? Потому что данные микроорганизмы концентрируются непосредственно в резосфере и на корневой системе. И чем дольше они будут у вас в течение вегетативного периода находиться на самих корнях, тем больше они дадут отдачу за те деньги, которые вы внесли. Поздно их вносить по вегетации нецелесообразно, то есть позже по вегетации опять-таки, когда переходят с вегетативного в генеративного, логичнее микроэлементы применить. Потому что микроэлементы их хоть путают с микробиологическими препаратами, но это совсем другое. Это микроэлементы, которые попадают в сокодвижение растения сразу через лист и позволяют снизить проблемы того дефицита, которые есть в растении в стрессовом моменте. По вегетации можно работать всей линейкой наших препаратов, потому что мы изначально, когда выходили на рынок, мы готовили так, чтобы можно было их как отдельно применять, так и в баковой смеси. Потому что любая отдельная обработка — это дополнительные затраты. На более интенсивных культурах, если берем сады, конечно, лучше их отдельно применять. Если берем открытый грунт, у нас условная зимая пшеница, где рентабельность минимальная на сегодняшний день, там мы работаем в баковой смеси с гибридицидной обработкой и органитами, и оргамикой. В баковой смеси совместно. Касательно солнечной инсоляции, если мы ранее возвращаемся к фунгицидам, почему мы обрабатываем по вегетативной массе, когда она еще не особо развита? Потому что у нас в целом препараты будут в среднем ярусе, и солнечная инсоляция им вредить не будет. Поэтому мы можем проводить эту обработку как утром, вечером, так и днем. Касательно инсектицидов. Здесь чуть сложнее. Здесь мы понимаем, что мы работаем уже, когда солнечная инсоляция в максимуме, температура в максимуме, вегетативная масса уже препарат никуда не денется. Мы ложимся, если взять подсолнечник на корзинку, но мы понимаем, что определенную часть препарата мы потеряем. То есть, да, мы потеряем. Соответственно, если мы обработку затягиваем, мы доводим дозировку выше. Если, допустим, мы работаем фунгицидом и микробиологическим удобрением литром, то инсектицидом мы работаем уже сразу 3 мл. Да, мы это все учитываем и вносим корректировку. Нет. Опять-таки, если мы берем инсектицид, мы только им работаем так поздно, да. Нам нет задачи работать ночью, нам есть задача работать тогда, когда есть вредитель. То есть, если вредитель в 8 утра массово кушает, то нам надо работать в 8 утра. Если вредитель кушает в 12 дня, то нам надо в 12 дня. То есть, мы ищем вредителя и работаем по нему массово. Нет, для нас она в меньшей степени влияет, практически не влияет. Для химической, да, это влияет очень сильно, потому что, если вода будет ненейтральная, то, соответственно, ждать того результата, который заявлен на этикетке, нет смысла. Нет, она же не отрицательная. Нам все, что выше плюс 5 для микроорганизмов, довольно неплохо. Не документуется в ветвинах, потому что просто препарат будет сноситься в сторону. На растения высокие температуры влияют по одной простой печенью. Они закрывают устицы и становятся более такие узкие, чтобы сохранить влагу. И, соответственно, химии не очень хорошо фунгицидам или инсектизам, потому что им надо попасть и проникнуть в эту устицу, чтобы само растение было вредным для насекомого либо патогена. А если биомиологический препарат, он падает, вот упал сюда, сюда, лист неровный, он где-то да зацепится, и он не попадает в высокое движение, поэтому ему без разницы, маленький лист, большой лист, сухой и так далее. Будут оптимальные условия, он так же как для патогена, так и для него, и он начинает развиваться. А основная масса у нас как раз-таки попадет в почву, в основание растения, и там как раз-таки у нас выше количество патогенов в разы. И условия для их развития тоже выше. Соответственно, мы попадаем туда, где изначально начинается проблема. Поэтому для нас нет проблемы жары. Нам по факту вообще это не сильно значительно, потому что если мы орошаем, если у нас нет ветра, то есть мелкой капли, мы попадаем полностью на все растения и все равно скатываемся в почву. То есть мы уничтожаем, что есть на растении, развитие, и непосредственно все равно максимальная концентрация будет у корневой стены. Если мы работаем крупной каплей, ну значит мы на листе самом, как таковом, ничего практически не убьем. Мы будем работать только с тем, что есть почва. Вот из этих соображений можно менять непосредственно форсунку. Но в целом мы обычно фунгицидами работаем мелкой каплей, то есть не крупной, не гербицидной каплей. Когда нет смысла уже работать ничем. Ну это правда, то есть когда, условно, могу с инсектицидом повести пример. Стоят просто столбики, на растении нет листового аппарата от слова совсем. То есть есть скелет растения, и он полностью усыпан гусеницами разных возрастов. Но смысл здесь работать чем-либо. То есть уже какой урожай есть, такой есть. У нас нет ассимуляционного аппарата, который может его увеличить. Всё. Вы отработаете хоть биологическими, хоть химическими препаратами. Но в лучшем случае вы собьёте и убьёте. Доставите себе какое-то, наверное, моральное удовольствие, что вы убили того, кто убил ваш урожай. Больше ничего не добьётесь. Да, конечно. Смотрите, вот мы говорили о дозировках. У нас литр идёт. Литр фунгицидов. Соответственно, это мы берём эффективность. Если у нас ещё ничего нет, если у нас начали проявляться болезни на листовом аппарате до 5-10%, то это эффективно. Если у нас уже на 30-50% растений поражены, нам надо увеличивать дозировки. Как раз-таки мы попадаем вот в этот экономический порог. То есть мы можем победить, но экономика уже не вывезет. Поэтому сюда мы уже не будем лезть. То есть если растения на 30-50% поражены, нет смысла работать литром. Надо работать 5 литрами. Но это уже бессмысленно. Поэтому я же говорю, то есть когда пожар, уже нет смысла. Каждый агроном, который мониторит свои поля, либо смотрит метеопрогноз, он понимает, какие условия складываются, и когда-то заходит на профилактику, а в некоторых моментах заходит по факту. Соответственно, факт – это вот 10-15% на растения, это уже мы опоздали. Это не только с биологией, но это также с химией. Потому что, чтобы 10-15% на листе мы увидели на глаз, это надо, чтобы как минимум 30-35 дней растение было повреждено уже этим патогеном. То есть это, значит, были сигналы, на которые мы не реагировали. И когда мы видим массово, что у нас на поле 10-15%, это мы уже чуть-чуть не успели. Но в этот момент мы еще будем эффективны. Так же, как химия. Единственное, что просто разница – химия работает в растении и движется вверх, а биология, она туда, куда попала, и внизу. То есть здесь надо рассматривать, исходя из того, что в почве у нас водителя больше, ну, то есть патогенов. Соответственно, в этом моменте эффективнее. Мы заинтегрированы в систему защиты. То есть мы понимаем, где у нас слабые места, которые мы не можем биологией решить. Нет фанатизма, подверженства чего-то одного. Нам задача, чтобы сиркозпроизводитель грамотно выстраивал систему защиты питания растения, получал максимум, зарабатывал, и, соответственно, все структуры, которые обеспечивают, также зарабатывали. Вот и все. В баковых смесях можно добавлять наши препараты практически со всеми препаратами. Мы их добавляем в конце, и баковая смесь желательно в течение 16 часов выработать, потому что препараты, которые находятся в спорах, они будут как раз-таки активизироваться через 16 часов. Касательно которых нельзя, это грибные препараты. У нас это оргами КФ и инсектицид БЕС, любые. Но инсектицид, как правило, мы его применяем без фунгицидов, а в сочетании с инсектицидом, либо же в чистом виде. Касательно нашего фунгицида оргами КФ, мы применяем с нашими биологическими фунгицидами, как первая обработка фунгицидная, либо вносим отдельно при температуре плюс 5. То есть это препарат, который раньше всех остальных фунгицидов может работать активно против патогенов. С КАСом у нас есть опыт и применение как раз-таки оргами КФ, потому что он как почерный фунгицид идет и деструктор пожних остатков. Но желательно не в чистом виде, то есть разведенным. Живет в баковой смеси порядка 4 часов, потому что там высокая концентрация солей. Бак, а у вас не сможете, сколько должно быть КАСа на какой объем? 30%. То есть 100% нельзя. Слишком высокая концентрация соли. Нет, для микроорганизмов не требуется по одной простой печени, потому что нет таких условий, потребностей для воды, той, которую мы будем обрабатывать. Хоть она будет кислая, хоть щелочная, хоть нейтральная. То есть это повлияет незначительно на пробуждение микроорганизмов. То есть в целом у нас ряд препаратов, они находятся в спящем состоянии, то есть в спорах, и они все равно активизируются через несколько часов либо суток в почве. Поэтому вода в растворе никак не повлияет. Если сравнивать с химическими действующими существами, там как раз-таки желательно нейтральное, чтобы вода была, и тогда будет та эффективность, которая заявлена. То есть прилипать или растекать или это тоже, в принципе, не требуется? Нет. Если мы вносим оргами коев, и у нас задача, как почвенную фунгициды деструктора, то, конечно, нам лучше, чтобы она была на ранних фазах растения, либо же мы уже работаем по пожненым остаткам заделок после уборки растения. Если мы работаем бактериальными фунгицидами, нам задача также попасть в средний ярус и в почву, но если у нас есть болезни на листовой поверхности, нам надо, чтобы попало полностью на все растение. То есть мы исходим из потребностей. Если касаемся микробиологических удобрений, нам нужно, чтобы они попали в почву. Почва, корневая система – это место их обитания. А микроэлементам им надо попасть на лист. То есть вот в чем разница. Биосли БВ – это контактный инсектицид, но при попадании на растение, если не на вредителя, он сохраняется до двух недель. То есть если в течение двух недель контактирует с ним насекомое, то непосредственно он будет повреждено и убит. Ну, конечно, оптимальное условие – это когда непосредственно вы отработаете по самим насекомым. И идеальное условие – это когда у нас не больше 10 гусениц на 10 взмахов, то есть либо 1-2 гусеницы на растение. Чем больше гусениц, тем надо смотреть, возможно, менять дозировки, либо делать в баковой смеси. То есть вместе с определенными химическими действующими веществами. Чтобы здесь уже как бы идет на время. Чем быстрее мы уничтожим, тем меньше он навредит нам, данный вредитель. Биологические препараты, если сравнить их с химическими, они более гибкие. То есть за счет того, что это простейшие микроорганизмы, которые постоянно подстраиваются под огружающую среду и развиваются. То есть это как касательно температурного режима, так и состава воды, и солей, и PH. То есть они либо будут более активно развиваться, либо менее активно. Но развиваться они будут однозначно. Если мы берем химические действующие вещества, там одно действующее вещество, которое идеально работает при нейтральном PH. При щелочном либо кислом PH оно будет работать с погрешностью. Вот в чем разница. Поэтому выбирая обработки ранее биологическими фунгицидами, эффективность будет выше без подготовки почвы. С подготовкой воды эффективность у системных химически действующих существ будет наравне. ДОБОГО ТЕЛЕ Jessie ДОБОГТИСКОЕ ДОБОГО ТЕЛИ СПОКОЕ ДОБОГО ТЕЛЕ